В защитниках Отечества нуждается любое государство, особенно сейчас. В последние годы из разных уголков мира то и дело приходят новости о вооруженных конфликтах. Сейчас военные действия развернулись прямо на границе с Российской Федерацией. После произошедшего на Украине государственного переворота началась и нарастает до сих пор карательная операция против тех, кто решил защитить свой суверенитет. В Донецкой и Луганской народных республиках не утекают минометные обстрелы и взрывы. В этом конфликте Россия взяла на себя роль миротворца. Регионы нашей страны приютили у себя украинских беженцев. Сторонники украинских властей называют россиян не иначе, как агрессорами. Вокруг России сжимается кольцо из американских баз НАТО. В России сейчас готовы к любому негативному сценарию. Властями поставлена четкая задача – не допустить военного превосходства над государством. В стране начинают создавать новую армию, повышать качественное состояние стратегических ядерных сил и наращивать боевой состав. Особая ставка сейчас делается на солдат-контрактников. В прошлом году в войска было отправлено порядка двух тысяч чувашских призывников. План центрального штаба республика выполняет всегда. Причем каждый год 15 уроженцев региона уезжают служить в самое сердце страны – президентский полк. Их отбирают из тысячи. С высшим образованием, высокого роста, приятной славянской внешности, физически сильных. В расположение кремлевского полка попадают только лучшие из лучших. Я видел, у всех глаза горят. Призывники хотят пойти служить. Родители рады и горды за своих сыновей. То, что они попали в этот полк, в федеральную службу охраны президентского полка Московского Кремля. Александр Головинов внес службу у вечного огня на могиле неизвестного солдата. На главный караульный пост Российской Федерации попасть невероятно сложно. На протяжении трех месяцев юноши отрабатывают строевую подготовку и постигают азы владения карабинами. К стенам Кремля заступают только лучшие солдаты, которые выдерживают сложные, даже по меркам президентского полка, экзамены. На мероприятиях с участием президента России именно они вносят в зал государственные символы. Солдаты кремлевского полка в первых рядах и на параде победы. А в годы войны именно они обороняли стены Московского Кремля. Вообще славные традиции по охране первых лиц страны и стратегических объектов в полку передаются на протяжении 78 лет. Для любого юноши, который попадает сюда на службу, потом открываются дороги во все силовые структуры. Я, наверное, думаю продолжить военную карьеру. Но я рассматривал МГУ, военную кафедру. И вообще подумывал об Академии ФСО. Чувашия направляет сюда своих призывников на протяжении вот уже четырех лет. И такая возможность выпадает далеко не каждому региону. На сегодня уже более 60 человек там отслужило. Отслужили хорошо, все с благодарственными письмами. Все ребята приходят, ну, соответственно, и устраиваются хорошо, потому что это все-таки очень самое, наверное, престижное место службы в армии. Это тоже ответственная служба. Солдаты воинской части номер 85661 отвечают за сохранность перевозку и разгрузку вооружения, которое поступает в цеха Алатарского завода «Пятый арсенал». По сути, именно они отвечают за обороноспособность государства. Вся работа сопряжена, прежде всего, с охранностью ракетно-раселевского вооружения, ну и с исполнением сроков подачи вооружения войска, его приема, подачи на ремонт в «Пятый арсенал», последующего получением и возвратом вновь войска для боевой учебы и боевой службы. Каждую неделю в воинской части объявляют учебную тревогу. Сценарий постоянно меняется, но солдаты всегда находятся в боевой готовности. В этот раз солдатам ставят задачу обезвредить террористов, которые захватили штаб вооруженной охраны. По предварительным данным, в заложниках остаются три человека. Боевая задача – обезвредить противника, спасти заложников. На этот раз поставленную задачу солдаты выполнили на отлично. Террористы обезврежены, заложники освобождены. Большинство призывников в этой воинской части имеют высшее образование. На таких солдат здесь всегда делают ставку. Многие говорят, что служить здесь – почетная миссия. Армия стала другой. Теперь солдаты – это не обслуживающий персонал, а настоящие защитники Отечества. В столовых отныне работают только профессиональные повара. Меню для призывников не хуже, чем в столичных кафе. Солдаты занимаются в армии только военным делом. В свободное от службы время многие стараются проводить время в спортивном зале. Здесь они играют в теннис, упражняются со штангой и нередко принимают участие в городских турнирах. Недавно призывники завоевали призовые места в легкоатлетических соревнованиях. Благодаря военной подготовке, ну, как-то до этого не занимался, а здесь большое внимание уделяется. И благодаря этому победили, первое место заняли по городу Алатурию, наша войсковая часть. Готовить к армии ребят начинает уже со школьной скамьи. В республике создано огромное количество кадетских классов, военно-патриотических клубов и юно-армейских отрядов. Каждый год они отстаивают свою честь в финальном этапе Зорница и Орленка. Традиции этого движения в Чувашии нерушимы. Эти игры в регионе проводятся на протяжении полувека. В прошлом году финал проходил в Батаревском районе. Ребята преодолевали полосу препятствий, экзамены по строевой подготовке, туризму, плаванию и даже ведению рукопашного боя. На финальный этап игр приезжают лучшие из лучших – те, кто одержал победу на районных смотрах. В этом году в них приняли участие более 30 тысяч юношей и девушек. Интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Каждый год поисковые отряды республики выезжают на раскопки в места, где проходили ожесточенные бои. Студенты Чувашского педагогического университета в прошлом году были в Кировском районе Ленинградской области. За неделю поисковики из Чувашии подняли останки семи бойцов. Никаких документов при них не обнаружено, лишь один незаполненный медальон. Но были и сенсационные находки. Во время раскопок ребята наткнулись на командирский блиндаж. О том, что это старший лейтенант, мы поняли по вот этой петлице, которая на вороте рубахи у него располагалась. На ней вы можете видеть три ромба красных, что соответствует званию старшего лейтенанта. Трофеи вахты 2014, противогазы, наши немецкие, аптечные флакончики, винтовка Мосина. Для оружия, пролежавшего в земле 70 лет, она неплохо сохранилась. Патроны, пулеметные автоматные диски, предметы быта. Поднятые останки ребята передали руководству Кировского района для погребения в мемориале Синявина. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Но сегодня происходят попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Страны, которые воевали с фашистской Германией вместе с русскими, теперь пытаются умолчать о подвигах солдат-победителей. Но народы России всегда будут помнить об их героизме. В этом году в стране отмечается особая дата – 70-летие победы над фашизмом. В честь ветеранов Чувашии вновь устроят парад. Размах этого праздника грандиозный. На Красной площади Чувашской столицы встанут в строй более тысяч человек. Спасатели, полицейские, боевые офицеры, кадеты и курсанты. Следом за ними – парад военной техники. От машин времен Великой Отечественной войны до современных образцов вооружения. Автомобили марки «Додж», «ЗИС-5», артиллерийские установки и легендарная «Катюша». Эту технику восстанавливали в мастерских и на заводах по старым чертежам. Но главными героями праздника являются ветераны. Те, кто воевал и подарил нам мирное небо над головой. И теперь они служат истинным примером для нынешнего поколения защитников Отечества. Отечественной войны